Добрый день, друзья! Мы сегодня на Недовых водопадах. Мы сегодня сюда приехали. Я вам вчера говорил, что я хочу поехать на Недовые водопады. Сегодня у нас суббота, 27 апреля. Сзади у меня водопады, друзья. Сейчас это у нас время уже, конечно, 12 часов 29 минут. Мы уже заказали, конечно, здесь шашлыки. Шашлыки, овощные нарезки, хычины. И вот сейчас, друзья, пока шашлыки готовятся, я вам покажу Недовые водопады. Хотя мы уже здесь, конечно, не однократно были, но все равно. Каждый раз я сюда приезжаю, и каждый раз мне здесь все нравится. У нас и называется Медовые водопады. Куда мы часто приезжаем, друзья? Куда мы часто, друзья? Вот здесь ребята веселятся. Сегодня не очень много людей, но сегодня очень-очень тепло, просто очень тепло. И вот здесь можно, друзья, конечно, вот просто приехать сюда, вот отдохнуть. Вот здесь вот шашлыки наши жарятся, но еще они не готовы. Ну, давайте вот просто пройдем, посмотрим здесь. Вот здесь хачины можно заказать, карачаевские пироги, айран, конечно, карачаевский, карачаевский мед, карачаебал. Ну, здесь все, конечно, здесь можно, друзья, купить. Вот, травы можно купить, чай горный, архейский, чай здоровый сон, вот настойки медовые, на дуванчики, на мяти, на всем, на всем, чем хотите, друзья. Ну, конечно, айран, айран. Я всегда здесь айран покупаю, всегда мы сюда приезжаем. Ну, последний раз мы здесь осенью были, здесь еще что, конечно, интересно, конечно, вот здесь вот у нас форель, друзья. Смотрите, плавает форель, монетки кидает. Ух, я оставил деньги там. Ну, сейчас мы подойдем, конечно, и монетку всегда здесь кидает на счастье, чтобы потом еще раз, конечно, сюда вот прийти, вернуться, спуститься. Ну, давайте вот здесь спустимся, просто так пройдем чуть-чуть. Кстати, друзья, кто сюда поедет, это вот недалеко от Кисловодска, и здесь сделали, конечно, очень хорошую дорогу. Сделали дорогу, сделали ограждение. В общем, сюда нужно проехать без проблем. Везде здесь указатели есть, так что от Кисловодска, не доезжая Кисловодска, поворачиваете вправо, проезжаете Дельфинарий, гору Кольцо, а дальше увидите указатель, сворачиваете налево, и вы вот здесь, вот в этом таком прекрасном, чудном месте, друзья. Вот здесь хорошо, вот сегодня жарко, кстати, вот здесь хорошо всегда приехать, вот такой вот в теплое время, здесь всегда прохлада. И здесь фото с национальными костюмах. Ну, конечно, сегодня, друзья, людей-то мало. Завтра Пасха. Все хотят дома посидеть, потом еще неоднократно, конечно, сюда вот приедем. И вот даже у меня вот есть такое желание вот скупаться вот под этим водопадом. Ну, вот такой водопад. Вот мостик там впереди есть. Можно вот туда перейти. Вот сам водопад. Почему Медовый называется? Потому что здесь были дикие пчелы, и вода была такая вот липкая. И поэтому называется Медовый водопад. Вот. Ну, сейчас, конечно, это было очень давно. Сейчас, конечно, никаких здесь диких пчел нет. Все равно, вот такое вот место, вот прохладно. Вот прохладно, хорошо, чем-то климат Славрополя напоминает. Хотя, это, конечно, здесь намного жарче. И вообще, друзья, вот в Кисловодске более 150 солнечных дней в году. Вот в летнее время сюда, если приехать, здесь вообще так прохладно, хорошо. Мы на целый день сюда всегда приезжаем. Смотрите, какая красота. Так, что это вот где можно у нас отдохнуть, друзья? В Старопольском крае, Карачаево-Черкесии. Давайте по лестнице поднимемся, по мостику. В общем, шашлыки у нас должны быть готовы. 12 часов 40 минут. Ну, еще 6 минут у нас, друзья, есть. И мы с вами сейчас пройдем. Вот, 2019 год. Вот, смотрите, какое зрелище, а! Красота! А воздух, воздух! Вот, я полное грудь его вдыхаюсь. Ну, вот, водоем. Здесь даже можно искупаться. Здесь вода не очень чистая, что вы видите. Смотрите. Брызги летят. Не агара! Сейчас ребята сфотографируются. Вот такое вот замечательное место. Ну, это где-то от Старополя. Ну, в пределах 220 километров, может, чуть больше. Это не так далеко. Тут везде можно выйти. Вот, поэтому вот подъемы я просто вам бы не рекомендовал подниматься. Вот, спуститься здесь можно, но подниматься здесь не очень удобно. Подъем крутой. Вот, вот это вот такое наше замечательное место Карачаево-Черкесии. Куда мы очень часто, конечно, друзья, приезжаем. Воздух, конечно, здесь чистейший воздух. И потом, где поесть сейчас шашлыков? В городе Ставрополь, друзья. Все, шашлыки нигде нельзя жарить. Около дома не пожаришь шашлык. Я сегодня встретил просто знакомого. Говорит, начал шашлык жарить. Говорит, откуда ни возьмись, говорит, полицейские появились. Говорит, шашлык жарить нельзя. Говорит, шраф от 500 рублей и выше. Я говорю, Володя, а я, говорю, на Медовые водопады поеду и там просто поем шашлыка. Тем более, шашлык здесь очень хорошо жарят. С молодой бараниной. Палочка стоит, конечно, 400 рублей. Мы все равно едем сюда тратить деньги. Вот, мостик еще один. Отсюда вот вид еще лучше. Вот и туда дальше можно пройти, конечно. Ну, а сейчас вот, друзья, наверное, пойдем и поднимемся наверх, потому что уже у нас 12 часов 38 минут, и шашлыки уже наверняка наши готовы. Значит, цена билета 60 рублей с человека. Мы заехали вот прямо сюда на территорию. Вот, фотосессия. Цена парковки здесь 50 рублей. Ну, я думаю, это вообще недорого. Сами понимаете, я везде бываю, но если вы поедете в Замбай, вы там 200 рублей отдадите. Ну, то я был в том году, и, кажется, на 8 марта мы последний раз там были. Ну, так получается, что не всегда выходит у меня куда-то поехать. В Лобинске 200 рублей. За что, про что, вообще не знаю. Ну, сейчас эта уже стоянка там, кстати, не работает. Извините. Ну, все их фотосессии. Вот тоже можно национальный костюм одеть. И, конечно, сфотографироваться. Вот, прямо кавказские сувениры. Можете здесь различные сувениры купить. Хороший магазинчик, кстати. То, что вам понравится, всегда можете купить. Ну, сейчас мы побыстренько вот здесь пройдем. А отсюда вот мы спускались, друзья. Вот там наше кафе, куда мы сейчас поднимемся. Вообще, вот везде здесь можно остановиться. Здесь вот овца карачаевская порода. Вот они, красавицы. Можно покормить. Вот корм. Ну, чуть позже сюда подойдем. Это вот корм для животных. 50 рублей всего лишь. Детишкам, конечно, необычайно. Здесь будет интересно. Это вот коза карачаевская порода. Вот вечернее время. Вот сегодня такой, сказать, не особо такой день для посвящения. Вообще, вот эти все места, друзья, бывают, конечно, заняты. Там вот впереди спортивная площадка. Это для любителей позаниматься спортом. Вот разные здесь, конечно. Вот такие домики. Они, мне кажется, тысячу рублей стоят. Беседки. Вот беседки. Пармамыть. Стоимость аренды. Поддельник, пятница. 300 рублей. Суббота, воскресенье 500 рублей. Даже 500 рублей. Это вот такая вот территория, друзья. Ну, сейчас давайте мы вот здесь еще поднимемся. И выйдем как раз в кафе. Ну, вот здесь еще лучше, друзья. Вот птички поют. Ну, замечательное просто место. Я всегда сюда приезжаю, конечно, с семьей. Вот. И получаем вот тут такое полнейшее наслаждение. Во-первых, шашлыков наедимся. Подышим свежим воздухом. Посмотрим на природу. Еще раз повторюсь. Это вот совсем недалеко от Кисловодска, друзья. Совсем недалеко. Ну, здесь даже можно снять домики. Ух ты. А это что такое? Вот это я не видел. Нормально. Я тоже так хочу. Ну, где цветок катались. Правда, с дерева до земли. Нормально. Это мы сейчас узнаем, сколько будет все стоить. Возможно, не сегодня, но я попробую. Хотя не любитель, конечно, экстремный, но все-таки интересно же. Ну, вот, друзья, вот такое вот замечательное место, куда я вам просто советую приехать. Вот приехать, просто здесь отдохнуть. Это у нас Медовые водопады, друзья. Карачаево-Черкесия, недалеко от Кисловодска. Все, друзья, удачи, хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. На майские праздники мы еще куда-нибудь, конечно, с вами съездим в какое-нибудь вот такое место. Так, ну вот, наши шашлыки уже готовы. Все, удачи. Итак, друзья, вот наш обед. Взяли мы три шашлыка. Он каждый нам обошелся по 400 рублей. Это 800-1200 рублей получилось на троих. Хачины и Айран у нас получилось 200 рублей. Хачины по 50 рублей. Айран 30 рублей. Это стаканчик. Вот, и нарезка из салата. Салат, сыр. В общем, у нас все получилось. Значит, где мы шашлык брали, это полторы тысячи рублей. И где мы брали и хачины 200 рублей. В общем, вот такая сумма, 1700 рублей получилось. Ну, я думаю, мы хорошо здесь пообедаем. Так что, вот такое-то место, друзья, где можно просто посидеть, подышать свежим воздухом, покушать шашлык, пообедать. И прекрасно провести свое вот такое-то время субботнее. Это Медовые водопады, друзья. Карачаево-Черкесская республика. Все, друзья, удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...